Меня зовут Светлана Пчельникова, я организатор весеннего бала авторских кукол. Много лет уже, на 8 марта территория доброты, красоты, любви, заботы, внимания. 500 художников с разных уголков России и мира приезжают, чтобы поделиться своим опытом, своим искусством, своим творчеством. В преддверии весны семьи приходят сюда для того, чтобы прикоснуться к искусству, которое художники целый год или полгода создавали новые коллекции и привезли их на суд нас с вами. Но чем сто раз услышать, лучше один раз увидеть. И я бы хотела сделать небольшую экскурсию и показать вам лучших художников, на мой взгляд, которые приехали из разных уголков нашей страны. Я уже более 13 лет занимаюсь кукольным искусством, но во время пандемии я решила сделать, скажем так, ребрендинг своего личного роста и занялась современным искусством. Я влюбилась в современное искусство, но получилось так, что все навыки, весь опыт, который я получила во время своей деятельности и работы с куколами, все это я привнесла в свои картины. И свои картины я не только рисую, но и леплю. А также, конечно, я призываю к осознанному потреблению, и это показываю в своих картинах. Я использую сломанную бижутерию, старые игрушки, именно как элемент искусства. Те вещи, которые должны оказаться выброшенными, я им даю новую жизнь в своих картинах. На этой выставке я представляю серию картин, которая посвящена всеми любимой сказке «Алиса в стране чудес». На моих картинах изображены второстепенные персонажи, здесь они играют главную роль. Но также я предлагаю зрителям повзаимодействовать и поиграть в некую такую игру и найти Алису. В данном случае здесь Алиса уже не главный герой, а второстепенный, именно на моих картинах. В Москву на весенний бал «Авторские куклы» я уже приезжаю очень много лет, и мое 8 марта традиционно проходит здесь, в Москве. Собой я привезла свой проект. Это моя бесконечная история, это моя сказка под названием «Королевство белок ночи и брусничные земель», которую я сама пишу, и все герои, персонажи этой сказки выполнены мной, моими руками. Они представлены здесь, на выставке. А сказка рассказывает о безграничье, и безграничье северных стран, и рассказывает о волшебных королях, королевах, которые правят в этом королевстве. Это четыре короля – орнитолог, энтомолог, зоолог и ученые, которые занимаются изучением природных явлений. А также у них на службе состоят дерева, кусы, бориснежики, торпуны, торпунята, королевские особы. И здесь они правят все справедливо и мудро, живут в полной любви и гармонии. В волшебном королевстве живут необыкновенные деревакусы. Это мной выдуманный персонаж и также название. Это маленькие-маленькие человечки, которые невидимы совсем человеческому глазу. И они помогают, чтобы в лесу, когда приходит человек и его дети, были прибраны все дорожки, тропинки, чтобы были все мышки, белки накормлены, напоены и вовремя спать уложены. То есть вот такие забавные, милые, добрые деревакусы. Мои куклы выполнены из самотвердевающих пластиков и выполнены также в смешанной технике. Все они одеты в теплые одежды. Почти у каждой куклы есть колпачок, но вот именно у этой куколки нет колпачка, пока оно будет в будущем. У них у всех поворотные головушки и все они являются, как я сказала, персонажем моей истории. И они всегда выполнены в единственном экземпляре. И в будущем они тоже войдут в мою книгу. И я мечтаю о том, что когда-нибудь еще снимется мультфильм по этой истории. Над одной куклой примерно я работаю от одного месяца до девяти месяцев всегда куклы рождаются в определенное время. Вот, например, над этой куклой я работала в течение двух месяцев. И она поехала сюда на весенний бал. Эти куклы, они интерьерные, художественные. То есть ими украшают дом, ставят в свои домашние витрины, ими любуются и ждут обязательно истории и сказки. Я очень рада представить вам работы ангелов своих, которые олицетворяют не только милость, сердечность, да, как мы привыкли, но и несут что-то более философское, более немножко другое, глубокое. Харизматичные ангелы нестандартные. В них вы не увидите общепринятых грусти, печали. Они всегда добрые, позитивные, всегда какие-то креативные. Эта коллекция говорит о том, что каждый человек индивидуален. Несмотря на его внешний вид, он все равно в своей душе остается и внутри добрым, и вот таким ангельским. Эта коллекция больше подходит для подростков. Но также и такие работы любят мужчины. Почему-то больше всего мужчин, они в них видят собеседников, друзей. Приходя после тяжелого рабочего дня, они, как правило, беседуют, перебрасываются парой-тройкой словами. Ну а подростки, потому что они могут выговориться с ними, ангелы всегда слушают, понимают и не дают на рабочие никаких абсолютно. Куклами я занимаюсь очень давно, уже более 20 лет. И это изначально были не только ангелы, но и другие какие-то существа. Но остановилась на ангелах, потому что через них легче, проще, доступнее достучаться до внутреннего мира людей, до сердец людей. И ангелы, они всегда рядом с нами, неважно какое время, неважно какой возраст, неважно какое настроение и состояние души у тебя, ангел всегда будет рядом. Ангел-хранитель, который не вмешивается в твою жизнь, но в то же время незримо помогает тебе, оберегает, ну и наставляет на путь истины. Но я, как правило, делаю несколько сразу работ одновременно, поэтому уходит 2-3 месяца уходит. Мы сегодня привезли проект под названием «Куклы глазами детей». Эта кукла была создана в Дню Победы. Это для каждого из нас очень тяжелый день, значимый день. Она создана из текстиля. Делали мы ее где-то около двух недель. Она полностью подвижная. Ручки, ножки у нее двигаются, головочка поворачивается. Ну, полностью она стоит, сидит. Вот образ этой куклы был создан по песне Высоцкого «Горбатый скрипач». Тоже он текстильный, полностью подвижный. Стоится на магнитах, он сам стоит на магнитах. Над ним мы работали, наверное, около месяца. Наверное, около месяца работали. Образ сложный, одежда сложная, поэтому над ним мы работали. Скрипка была создана тоже мастером краснодеревчиком. Наше творчество совершенно нестандартное, необычное, высокохудожественное. Наше творчество идет по грани между кукольным искусством и современным актуальным искусством, потому что на сегодняшний день только таким образом мы можем создать современное, по-настоящему современное произведение. Форма для выражения эмоций не важна. Вы же видите, что у нас – это деревяшки. Тут голова, тут рука. Форма не важна, но эмоция есть. Точно так же и с неразлучниками. Вот какая-то форма внешняя, но они пара. И это видно. Они пара. Вот они разговаривают. Вот они поругались. Но здесь специально сделаны выборки. Они вместе. И они пара. Все делают куклы. Я решила заниматься птицами, потому что это у меня идет от моих родителей с детства. Очень люблю птиц. Папа водил меня в лес, на природу. Показывал мне руками в тени от птиц. То есть все это очень запоминается. Когда родители уходят, какая-то память, какая-то ностальгия. И хочется все это увидеть, продолжить и сделать своими руками. Птицы у меня ласточки. Они самые миролюбивые птицы. Я так считаю на мой вкус. Люди заказывают птиц. Стараешься уже делать под них. Кто-то считает, что они похожи на уток. Кто-то свою семью дарит на юбилей. Вот у меня заказывали таких птиц. Они разлетаются по разным странам, эти птички. Ну, в общем, они любимы. Птицы всегда любимы. Потому что это талисманы, образы, обереги. И во многих странах они приносят удачу, мир и спокойствие. Наверное, так. Любимы нашими покупателями. Их любят. Работа над птицами – это, в общем, моя главная цель в жизни. Я только этим и занимаюсь. Дети выросли. Я посвятила себя куклам. Ну и желаю всем людям, чтобы приходили на выставки. И чтобы были мирные, чтобы сеяли добро и покупали вот таких вот красивых птиц. Весенний бал кукол и осенний салон авторских кукол проходит ежегодно весной и осенью. Это знаковые, это титульные мероприятия для художников. И весьма интересные для зрителей, потому что здесь собраны все виды и жанры кукольного искусства. Здесь можно увидеть всякое, ну вот-вот-вот все, что можно придумать. От очарования до андеграунда. Поэтому человек, который никогда не видел, что такое кукольное искусство современное, ну не то чтобы обязан, надо сюда прийти. В это надо погрузиться. В это надо окунуться, чтобы понять этот мир, этих волшебных существ кукол. 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 Продолжение следует...